Здарова, друзья! Новая анимация доктора Гнусов. Побег с острова Крит. По земле, по воздуху, по море. Погнали, посмотрим. Это кто? Это Икар, видимо. Который крылья отрастил, точнее сделал крылья, чтобы к солнцу взлететь. Из воска. А это батя его. Как шансы прям вообще. Утанул. Нет, ещё живой. Батя! Батя! Тату! Сынка! Сынка! А майки побольше размера у вас не было? Чё, жмёт? Ага, дышать тяжело. Ты готов? Да. Как фартук выглядит. Алё. Здравствуй, Икар. Не, не отвлекаешь, удобно. У него чё-то важное случилось. Очень расстроен. Да-да-да, слушай, рассказывай. Внимание, бездельники! Мне нужно записать рекламный ролик для онлайн-игры War Thunder. Икар с неба свалился. Ему нужно помочь улететь с острова Крит. Придумайте ему что-нибудь. Ну всё, не бзди. Сейчас тебе помогут. Надо же, а. У человека такое горе. Хотел летать в небе, как птица. И тут, на тебе, разбился. Знаете историю про Икара? Угу. Так себе. Хм. Ну тогда слушайте. Да, прям ролик нужно писать. Да-да-да, я быстро и кратенько. Ха-ха-ха. В Временной Греции известный на то время мужик-изобретатель. И звали его Дедал. Как-то раз его племянник придумал обычную пилу. Дедал. Дедал устало завистно. И он немножко... Что-нибудь крутое. Ого! Ого! Временной Греции узнали и отправили Дедала с его сыном и Каром в ссылку. Так полная история не знала. Ого! 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 Рекламодатель такой. А! Белый бык и жена целяминаса. Самое интересное же сейчас будет. Царица. Пришла к Дедалу и говорит. Ну в общем тут такое дело. Мне очень нужна твоя помощь. Придумай что-нибудь. Чтоб я могла с бычком потереться. Бери хоть яничок можешь какой-нибудь. Ты же изобретатель. Дедал был в шоке, мало сказать. Но сделал фатриалистичную деревянную корову. Посадил туда царицу. Издеркаю. Ну я, где ещё? Дедал сделал такой лабиринт. Посадили туда Минотавра и кормили его людьми, которых брали из Афин. Каждый год по семь девушек и семь парней. В очередной раз в группе молодых ребят на прикормку Минотавра прибился сын царя Афин, Тисей. Решив покончить с кормёжкой Минотавры, молодых ребят... Ура! Так, это у нас типа летолет? Ну вижу, реализация, конечно, кровать. Ну, такое свето. Ещё самому крутить надо. Мне кажется, сил не хватит. Давай, 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 крути, крути. У-у-у, тяжко. Всё. Бесполезно. Ой, одно потратили. Она расходит, не жалко же. Тисей решил убить Минотавра и... Ага. Но, приплыв на остров Крит, в Тисея втюрилась дочь царя Миноса. И попросила Дедала дать Тисею какой-нибудь девайс, чтобы тот смог найти обратный путь из лабиринта. Ты что, задолбался, мужик? Дедал придумал и дал обычный клубок ниток. На. Тисей убил Минотавра, спокойно вышел обратно из лабиринта по заранее размотанной ниточке. Забрал принцессу и... Получается, по сути, Минотавр был её братом по матери. У-у-у. Не свалил доктор. Так, стоп, всё, док. Рекламная пауза. Ладно, давай. Дожили. Качай без талана, ссылка в описании. Артанда, военный онлайн экшн. С графикой нового поколения. Точно. Давай. Я слова забыл. Типа, плохая реклама. Красной эластичной атмосферой, детализированной землёй, облаками и даже погодными эффектами. Да ладно. Простите. О-о-о, вот это технологический прорыв. Ну давай. О-о-о, какой круто. Слишком же технологический прорыв, да? А вы ему ракеты вставили туда? По-моему, не вообще ничего. Железный человек летает, потому что у него... Он железный. Да. Постарайтесь его не убить, а. Хорошо, потонет. Да, ты закончил рассказ про Дедала? Всё? А, нет. После пропажи дочери и убийства Минотавра, царь Минос рассердился в конец на Дедала. И посадил его с сыном Икаром в им же придуманный лабиринт. Дедала и Кар ходили-ходили по лабиринту и пришли к решению, что путь на свободу у них только через небо. Найдя птичьи перья и воск, смастерили крылья и полетели. Икар заигрался в птичку по дороге, поднялся слишком высоко к солнцу. А то расплавила воск. Да. И всё. И начало... И начало мультика. Икар разбился о воду и погиб. Это вы его решили на 200 километров пульнуть из рогатки? А здесь он выжил что-то. Слушайте, а почему его выжил? Альтернативная история. Что по морю никак не поплыть, что ли? Да, всегда. Сделайте ему лодку, гораздо же проще. Поздно. О, зацените. В игре War Thunder бои проходят на разных локациях по всей планете. И в одном бою могут сражаться самолёты, вертолёты и танки. О, а это тема. Док, здорово. Тут пушок пустили, что планируется серия с Микцеллюзой. Это немцы такие. Но это ещё не точные данные. Это, док, у меня к тебе дело. Как пилот-то я не очень. Мне бы потренироваться сначала, чтобы меня потом не унижали. А ты прям как знал. Я тут рассказываю про игру War Thunder. В ней как раз можно хорошо поднять свои навыки управления военными самолётами и военной техникой. Причём от 30-х годов 20-го века до современности. Док, это же игра, там всё не было настоящему. Да там всё очень реалистично. Даже гусеницы у танков разрываются, как настоящие. Кто же всё там, включил клавиатуру и есть. В твоей посылке в описании и получай бонусы. А у меня PlayStation 5 пойдёт? Конечно. Современный кустарин. А также на PlayStation 4 и 5. Всё понял, док. Супер. Последняя просьба. Черчиллю и Рузвельту не говори про игру. А то они тоже захотят. Но... Уже сказал. Я постараюсь. Хотя, кажется, я сейчас тут всем разболтал. Да, Игорь. Получилось уплыть на лодке? Ну ё-моё. А в чём дело? Морской патруль задержал. Так. А расходники моря нет. Нелегальное пресечение границы. Ладно, жди. Систенки, сделайте доброе дело. Сгоняйте на остров Крив. Перевезите икары на Большую Землю. Не, а прикольная игра, мимо против Вартандера. Его сразу посылать. Мне нравится. Алё, царь Минос. О, а я про тебя сегодня вспоминал. Богатым будешь. Боевой корабль у твоих берегов? С логотипом Вартандер? А, это мои систенки на экскурсии. Мифы Древней Греции изучают. Потопили весь твой флот? О, неловко. Слушай, а хочешь порулить таким кораблём? Бесплатно. Отлично. Установи его вартандер и нагибай всех в море. Не подписывался он на такое. Ну так подписывайся. Мне, кстати говоря, вот нравятся такие рекламные видосы, когда они максимально интегрированы в сюжет. Да, да, да. А вот они классные. Необычно. Не просто это как раз, прошло ролик и всё. Это помнишь, как за Кутуна был мультик, все геймеры разные, тоже красаватая была реклама. Да, и это получается чисто как мультик. Но при этом, как бы там реклама, и как бы всё вместе, и на самом деле такую рекламную интеграцию очень сложно сделать, потому что такая максимально сложная интеграция, мне кажется. Это настолько сильно сплетено сюжетом, да, что-то, это прям как часть мультика. Да, её никак не вырежешь. Поэтому это круто. Я бы когда-нибудь тоже хотела попробовать сделать штучку, мне кажется, прикольная. Ну, если нам будут предлагать. Ну да. Ну что, друзья, если тебе понравился ролик, ставь ему лайк, приходи к нам на Твич, мы прямо сейчас сидим, стримим. Смотрим аниме. Прямо сейчас сидим там. А так читаем. Смотри, вот, смотри, реально, проверь. Мы там сидим, вот прямо сейчас вот сидим и стримимим. Всё, пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай ещё это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.